Всем привет, ребята! Вот как я обещал, разобрали глушитель. Это, кстати, глушитель, ребята, на нашей ОКЕ, с самого завода. Что-то еще видно. Самый первый. КАМАЗ, видите? О, КАМАЗ, у нас машина КАМАЗ. И вот смотрите, что тут внутри. Сейчас на машине стоит другой, но тоже уже весь тарахтит. Внутри что-то там болтается. Поэтому, я так думаю, мы эту же картину и увидим. Вот. То есть, смотрите, вот он. Вот это вот. Когда-то я ладки делал. Когда-то я тоже вот тут вот. Тут у меня оторвало. Вот здесь трубу наваривал. Вот такой он был. А здесь же, поняли, должна быть еще труба вот так продвигаться. Здесь вот перегородка видно была, смотрите. Вот она вся рассыпалась. Вот кусок трубы. Здесь перфорированный кусок был трубы. Оно все сгнило. Вот. Вот. Поэтому, в принципе, можно восстановить. Ну вот, сделать перегородку назад. У меня есть схема этого глушителя. Такие есть схема, как он должен быть. И можно сделать. Вот здесь приемная труба. То есть, выход. Выход уже на выхлоп. Или нет. Подожди, как она стояла. Вот так она стояла в машине. Да, это выход уже на выхлоп. А это с резонатора. Вот так резонатор был. Вот так он был двигателем. С двигателя штаны выходят. Вот так оно было. Здесь тоже прогнило крепление. Поняли? Там шарнир был. Вот такая вот конструкция. Тоже я когда-то все проявил. Вот. Поэтому я вот просто вам покажу. Вдруг кому тоже интересно. Можно сделать самим. Но сделать надо этот глушитель. Вот я его и держал для вот этих размеров. Сделать с нержавейки, ешкин кот. Ну, один раз сделать нормально. Правильно? Вот. Поэтому трататушка закончится. Сейчас у нас никто не делает. Аргоном не варит. Как-то нержавейку. Хотя у нас есть полуавтомат. По-моему, сейчас есть проволока с нержавейки. Надо посмотреть в ютубе ролики. Может быть, мы сами сможем купить ту проволоку. А еще и нержавейки нет у нас. Короче, найти листы нержавейки. И сварить вот эту вот штуку. Ну, ничего же сложного. А вообще, смотрите, блин. Ну как, смотрите, все мягкое. Ай-яй-яй. Вот так вот КамАЗ делает машины.